Приветствую вас, дорогие друзья, с вами Дариди, и добро пожаловать в игрушку Regions of Ruin. Вроде так она называется, в общем, это первый взгляд. Давайте посмотрим её. Не забудь поставить лайк и поддержать меня, комментарии. И за это большое спасибо. В общем, тут какой-то, значит, дедушка нас попросил собрать древесины. Нашёл древесину, чтобы починить колесо? Ладно, мы должны найти древесину, чтобы починить колесо. Используйте её, чтобы получить предметы из сундука и оружейных стоек. Так, нажмите Е снова. Хорошо. Хорошо, я понял. О, мы что-то получили. Прикольно. А, у нас теперь топор есть. Нажмите Е, чтобы открыть инвентарь, или нажмите на значок панели инструментов. Нифига себе. Так, мы что-то собрали. Давайте посмотрим на наш инвентарь. Вы можете двойным щелчком правой кнопкой мыши, или перемещайте предметы снаряжения. Так, понятно. Так, то мы можем выложить, можем взять с собой. Топор нам даёт урона от одного до трёх. Так, и какое-то два максимума разрубания. В смысле, на две части расколоть кого-то. Ладно, давайте посмотрим. Сначала вам нужно поговорить с караванчиком. Я это уже говорил с караванчиком. Так, ну-ка. Давайте ещё раз поговорим. А, ты нашёл древесину, чтобы... А, я могу... Советы? Чего? Слухи? Думаю, что недалеко есть хорошее местечко, где мы можем заложить наше поселение. Нам нужно добраться туда. Хорошо. Да, мне потребуется около десяти древесин, чтобы всё сделать. Можешь найти её неподалёку? Да, я думаю, могу. Я караванчик. Моя работа заключается в доставке этого каравана туда, сюда и обратно. Потрать время на поиски ресурсов. Ты можешь найти их во многих местах. Даже в тех, о которых ты не мог бы и подумать. Интересно. Так, ну давайте попробуем найти всё-таки древесину. Левая мышка для атаки. Правая мышка для мощного удара. Вот этот мощный удар, ну что-то он такой медленный. Впереди враг. Так, убедись, что вы снарядились оружием. Вам нужно, в общем, его победить. Ух ты, гоблин какой-то. Вали отсюда, гоблин, нафиг. Параваливай. Смотрите, он меня задел, он меня ударил. Когда враги мигают красным, это означает, что они готовятся нанести мощный удар. Будьте осторожны. Мощный удар, в общем, много хп отнимет. И также пробьёт ваш щит. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Так, можем мы его остановить, если ударим до того, как он нанесёт удар. Отлично. Блин, боже мой. А, вот он мощный удар. Прикольно. Семь. Неплохо отнимает. Мы его убили. Чё плюс 23 нам дали? Нам чё-то дали... Давайте посмотрим. А, инвентаря у меня нету. Разрушите предметы, чтобы получить ресурсы. Коробки? А, я могу... Я могу коробки разбивать. Прикольно. А чё так громко-то? Впрредь несколько лучников. Если вы используете свой щит, вы можете блокировать их снаряды. Будьте осторожны. В ином случае они будут наносить сильный урон. Так. Какой щит? Подожди. У меня есть щит, разве? Древесина у меня 2. Яблоко 28. Разрушите предметы. Но это... Я же разрушил предметы. Чё-то ещё есть, разве? Так, тут больше вроде ничего нету. Так, удерживайте левый shift, чтобы поднять щит. Левый shift, чтобы поднять щит. Нажмите space во время движения, чтобы сделать рывок. А, вот он, рывок. Но у меня щита нету. Нажав на пробел во время движения, вы можете изображить рывок, который можно использовать для уклонения атаки и снарядов. Прикольно. Удар врага со спины нанесёт двойного урона. Также прикольная игра. А тут много таких моментов. Ай-яй-яй-яй-яй. Валим-валим-валим. Ой-ёй-ёй. Ой-ёй-ёй-ёй. Подожди. У меня же... Может быть, что-нибудь покушать можно? Ёлки-палки. Так, у меня щита нету. Как я пройду через них? Вас только что ранили. Будьте осторожны. Раны не дадут вам полностью восстановить своё здоровье. Вам нужно будет обратиться к лекарю. Сдохни, блин. Товарь. Со своими лук стрелами уйди отсюда. Ай-яй-яй. Убегаем. Боже мой. Как я их пройду? Ты не предупреждал, что будет так сложно. Чё такое? А, мы яблоки покушали. Вы нашли свой первый сегмент книги. Он был добавлен в ваш сборник. Вы можете поставить его в меню журнал, нажав на G. Понятно. Так, на G. Вы можете открыть журнал для просмотра заданий прогресса. Или сборник для чтения найденных сегментов. Книги добавляются в сборник. Понятно. В вашем журнале будет записываться вся информация. А, ну вот она информация. Мне нужно 10 древесины добыть. Хорошо. Больше тут ничего, в принципе, нету. А в сборнике? Чё в сборнике, интересно? В сборнике пока ничего нету. Хорошо. Будем знать. Но почему мне чувак не дал щит? Почему тут нету щита? Да иди ты нафиг, блин. Мне больно. Хватит. Баррикады тут понаставили. Я убил его. Надо верхнего убить. Это не так-то легко, ребят. Боже мой, как я до него достану теперь? Надо залезть. Сдохни. О, боже мой, мы это сделали. Мы его убили. Так, чё у нас теперь есть? Боевой топор? А, я могу взять это. Чё ж я сразу-то не заметил. Боевой топор. Урон 2-3. Три максимального разрушения. Шанс критического удара 3%. Критический урон плюс 25%. Он намного сильнее будет. А этот минус. Понятно. Но, знаете, мне игра, в принципе, понравилась, ребят. Я хочу продолжения. Всё зависит от вас. Поддержите ли вы меня лайком? И напишите ли вы комментарий? Будете ли вы вообще смотреть эту игру? Следующий враг смотрит в другую сторону. Но вы можете подкрасться к нему, будучи незамеченным. Сделав внезапный удар, вы нанесёте большой урон. Давайте попробуем. А как я подкрался бы? Подожди. Блин. Я понял. Чтобы краситься надо было С нажать. А можем убежать к нему? Я думаю, уже не убежим. Да блин. Вот так можем, да? Бабах. Всё. С двух ударов. А С это пригнуться. Вон, я спрятался. Я невидимый стал. Лучше, прикольная игра. Почему я раньше о ней не знал? Ладно, идём дальше. Следующий враг смотрит на вас, но вы можете использовать такие объекты, как ящики, сундуки и волны, чтобы оставаться незамеченным. Я за ними крадусь. Что такое? Вы не будете сразу обнаружены, если находитесь вне укрытия. У вас будет немного времени, прежде чем вас обнаружат. А, вот я успел пробраться. Нифига себе, 60 урона. Зона очищена. Там кто-то ещё есть. Сейчас мы давайте... Да чё так громко-то? Разрушения громкие. Звуки. Давайте звуки сделаем потише. Так-то лучше. Так, всё, вроде взяли. Надо вот этого освободить. Там я вижу какой-то сундук. Давайте сундучок возьмём. Вау. Ништяк. Ништяк, ребятки. На этом выступе есть запас древесины, но вам придётся прыгать и сделать рывок, чтобы добраться до него. Ух ты, нифига себе. Так, прыжок. О, неплохо. Вы добрались до... Поленницы. Разрушите её, чтобы собрать древесину. Нифига себе. Вот это кайф. Так. Гном здесь посажен в клетке. Если вы спасёте его, он может присоединиться к вашему каравану. Я согласен. Я хочу спасти его. Отлично. Он мне дал две монетки. Слухи. Боже мой. Я прекрасный лекарь. Я могу вылечить все виды болезней за монеты, конечно же. Нифига себе. Я тебя, чувак, освободил вообще-то. Чё, он мне... Подожди, первый раз он мне бесплатно полечил? Советы. Советы он мне... Так, а вот вылечить. Мне его лечить не надо. Сейв, слухи. Ладно, уходим. Он теперь... С нами, да, я так понимаю. Давайте посмотрим по ресурсам. У нас уже 41 бревно. Надо отнести назад. Быстрее, быстрее. Мы собрали древесину. Еда. Еда. Предмета сбыта. Она вам понадобится для разведки других частей континента. Вы можете добыть ее или охотиться на диких животных. А-а-а. Вот дикое животное. Еду надо добывать. Особо нельзя разрушить. Все-таки, наверное, еще давайте сделаем потише немножечко. А, я же не сохранил. Вот звуки я же не сохранил. Все, мы предмажали. Что-то как-то не так. Настройки. Принять. Принять и выход. Странно, почему у меня не сохраняется? Общая громкость. Так, ну ладно. Допустим, мы пришли к тебе. Нашел древесину, чтобы починить колесо? Ну, я нашел. Я нашел. Как ему ответить, что я нашел? Где эта кнопка? Да. А, все. Отлично. Вы можете изменить настройки сложности и назначение в меню настроек. Ух ты, нифига себе, сколько монет. Нам дали много. 25 мы дали. Офигенно. Офигенно. Правда, не все тут на русском переведено. Но уже более-менее понятно. И это здорово. Идем дальше. Нажмите П, чтобы отправиться в путешествие. О, вот они два. Так, ну-ка. Бла-бла-бла. А, нифига себе. Это карта, да? Понятно. Используйте вкладки для переключения между различными деревянными навыков. Каждое дерево... Дерево навыков. Каждое дерево прогрессирует слева направо. И специализируется на разных формах боя. Маленькие иконки, как это, открывают различные способности. И вы можете переключаться между ними, чтобы изменить стиль вашей игры. Маленькие иконки, как это, пассивные бонусы. И как только они будут разблокированы, они будут действовать постоянно. Прикольно. А, сила, ловкость и телосложение. Я даже не знаю. Давайте, 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 давайте телосложение. Я так понимаю, это к здоровью нам прибавит, да? Так, тут я могу что-нибудь улучшать. А я уже это улучшил, да? Как это действует? А, ну вот она, атака. Метание есть. Это дерево навыков. Метание, разблокируйте первую способность, чтобы иметь возможность пользоваться. А вот, защита. И это такое. Мощный удар. А, у меня очков навыков нет. Так, о, щит наконец-таки появился. Так, скилл. Ага. Тут можно почитать. Это карта. А, ну тут все, все, я понял. Все в одном месте. Так, что там? Так он мне что-нибудь даст или нет? А в путь? Куда в путь-то? Куда мне отправиться-то? Как отправляться, я тоже не знаю. Так, а ты что мне скажешь? Ну, а мы могли бы использовать шатер для хранения, чтобы запасать припасы для других построек. О, я знаю, несколько безопасных районов поблизости тебе стоит начать свое путешествие оттуда. Однако тебе сначала придется разведать область, чтобы отправиться туда. Так, советы. Профессия. Я первоклассный лекарь, это понятно. Да, шатер для хранения был бы хорошим началом нашего поселения. Тебе нужно собрать немного древесины и кожи для его постройки. Древесины и кожи. Древесины у меня есть, а вот кожи нету. Так, ну давайте тут походим немножко. А, ну вот, я куда-то вышел. Я куда-то вышел. И как... Как идти, я не понимаю. Так, ну вот моя карта. Нам показали, где я нахожусь, что ли? А, все, я понял. У меня есть 37 еды, да? Я могу куда переместиться? Могу сюда переместиться. Чтобы переместиться, нужно... Так, палаточная лекаря вот находится. А в другие места я не могу пока переместиться. Так, я даже не знал, можно в другую сторону пойдем? Тогда мы, наверное, придем... Назад, а я там был. А, я за край карты выхожу и все. Дальше ничего нельзя сделать. Переместиться тоже, я не знаю. А, ну вот, смотрите, сначала мы разожгем костер. Давайте разожг... Разожг... Простите, блин. Разожгем костер. Вы построили костер. Используйте его, чтобы... Повысить свои навыки. Затем... Открутить свою карту, чтобы... Начать изучение ближнележащих регионов. Нажмите М, чтобы открыть карту. Так, ну это понятно. Так, вот он костер. Что-то он слабенько горит. А, вот, смотри, что-то строится, ребятки. Какая-то постройка. Флаг наш. Это наш костер. Отлично. Так, теперь на карту идем. Нажмите на карту, чтобы начать новую область. Чем она дальше, тем больше потребуется еды. А, ну вот. Исследовать. Давайте исследуем. А, подожди. Ну я исследовал, допустим. И что, теперь я могу переместиться? Да, отправиться. Да, давайте отправимся. Вот, мы куда-то в другое место явились. Так, идем, идем, идем. А, это загрузка такая, что мы идем. Понятно. Так, вот мы и пришли. О, яблоки. Я вижу яблоки. Интересно. Как их срубить? О, вот, легко. Куда покатилось яблочко? Отлично. Так. Так, можем щитом прикрываться. Это надо не забывать. Впереди несколько гоблинов. Не забудьте сохранить игру в меню на Escape. Вы также можете использовать F5 для быстрого сохранения. Понятно. Желательно сохранять. Вот у меня есть место. Сохранение, допустим. Один пускай. Отлично. Также есть быстрое сохранение. А загрузка как? Один-один. А, вот автосохранение. А, есть автосохранение. Понятно. Ну-ка, 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 ну-ка. Пойдемся. Надо незаметно его убить. Там еще один. Одного убили легко. Отлично. Зона очищена. Вы успешно очистили эту зону. Эту область от врагов. Когда вы находитесь вне боя, в течение более пяти секунд, вы можете открывать карту, чтобы путешествовать. Либо на панели инструментов, либо нажав на M. Понятно. Так, ну тут мы не все сделали. Давайте освободим. Я так понимаю, он тоже будет с нами теперь. Бла-бла-бла-бла-бла. Бла-бла-бла-бла-бла. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Бла-бла-бла-бла. Какая у тебя профессия? Ладно, он ушел к нам. Потом разберемся. Давайте тут посмотрим, что у него тут есть. О, яблочек. Надо рушить все. Я люблю рушить. Так, и да. Монетки. Монетки нам тоже пригодятся. А где я кожу-то возьму? Там сундук есть. В сундуке самое ценное. Нифига себе. Сундуки надо обыскивать. Также все тут рушить надо. Посмотрим, что у нас по ресурсам. У нас есть 11 кожи. Отлично. Этого должно, по идее, хватить. Дальше ничего нет. Видите? Давайте возвращаемся назад. В лагерь. Лагерь у нас будет всегда здесь. Сначала ближайшие надо будет окрестности исследовать. Потом уже в дальний путь отправляться. Так, вот он новый какой-то чувачок. Преста, герой. У тебя тут прекрасное поселение. Я искусственный строитель. Думаю, что мои навыки помогут. Могут пригодятся. Нам. Всем. К северу отсюда есть несколько хлопковых ферм. Я не уверен, сколько еще работает. Но стоило бы посмотреть. Так, кстати, о навыках. У нас тут должен быть кузнец. Я знаю одного товарища, который живет поблизости. Возможно, ты мог бы уговорить его присоединиться к нашему поселению. Я бригадир строительства. Моя профессия. Я прослежу, чтобы наша рабочая была крыша над... Головой. Пристраивай за свои... Присматривай за своими работниками. Убедись, что они не расслабляются. Понятно. Давайте пробуем построить. Вот, хранилище можем строить. Потом таверна, кузница, аптека. Нам не хватает... Не хватает кожи, да? Таверна стоит 50 древесины. Тоже не хватает. Ладно, мы сейчас опять в путешествие отправимся. Тоже не поймешь. О, что такое? 200 древесины. На число под регионом указывают, сколько рабочих присутствует там. Рабочие в вашем... Платы... Ну, в лагере... Простраивают... Ну, строят там что-то? Блин, боже мой. Простраивают. И вы должны назначить их куда-нибудь... А, простаивают. Все понятно. Плохо написано. Ну, шрифт просто не очень удобный. Куда-нибудь их нужно... В общем, их нужно как-то задействовать, да? Чтобы они тоже работали. Нажмите на одиночном регионе, чтобы убедиться, сколько ресурсов осталось для сбора. Затем нажмите на кнопку плюс или минус, чтобы назначить больше или меньше рабочих. Так, вы также можете назначить кнопку управления в левом нижнем углу вашей карты, чтобы посмотреть все регионы сразу и назначить больше рабочих. Так, как назначать, я так и не понял. А, все, понял. Понял, понял, понял. Вот. Я не заметил. Все, он будет дерево, да, нам добывать? Хорошо, один работник у нас, это было дерево. А что мы-то можем тут построить? Давайте посмотрим. А, тут тоже можно хранилище, таверну и много чего еще интересного построить. Хорошо. Хорошо, ребята, давайте пока куда-нибудь сходим, исследуем местность, да? Справится. Лагерь гоблинов. Тут мы были. Так, мы тут были, но мне просто интересно. Гоблинов тут больше нету или они также будут присутствовать? Тут я еще не все собрал. Не, ребят, тут гоблинов уже нету. Почему-то я тут не все собрал. Так, ничего себе. Вот это, наверное, будет получше, да? Я могу как-то продать их? Рейтинг брони 2 из 2, сопротивление физическому рону на 4%. Вот это 3,3 будет получше. Это, мне кажется, самое лучшее будет. Так, а щит? Нифига себе, броня. 5,5. За пролетическому урону, правда, 3. Ну ладно, пока что будем так таскать, потом еще поменяем. Может, потом даже продадим. Так, ладно, тут мы были. Теперь давайте куда-нибудь сюда пойдем. А я туда не могу. Надо изучить. А, ну вот я изучаю, допустим, да? Исследуем местность. О, нифига себе, карта раскрывается. Теперь я могу сюда путешествовать. Все, я понял. Прекрасно, ребятки, игра. Я думаю, мы будем с вами играть. О, много яблок. Это очень хорошо. Так, что у нас, по идее, еды должно быть много. 22. Нельзя ни одно яблочко упустить. Куда она покатилась, блин? Так, что у нас там по яблокам? 34. Отлично. Ведь яблоки нам помогут изучать местность. О, там кто-то есть. Это, кстати, добрый вроде фермер. Давайте поговорим слухи. Непонятно, что он хочет. Что-то ему починить надо, что ли? О, я домой зашел к нему. Прикольно. Также можем выйти. Так можно делать? Собаку? Собаку нельзя отпустить. Нифига себе, я кожа. Я варвар просто. Он сейчас по-любому обидится на меня. Починить. А, броню, видимо, починить. Все, он может нам мог броню помочь починить. Отлично. Зайцев придется тоже убивать. Ну ладно. Это всего лишь пиксели. Чего? В смысле? Ах ты, блин. А я... Все понятно. Я больше не могу собирать, да? У меня максимум 50 древесины. Ау-у-у. И 50 еды максимум. Давайте изучим тогда вот так. Подожди. Это слишком далеко. Давайте вот это изучим поблизости. Да, исследуем. Тут тоже. Надо правильно еще нажимать. Чтобы больше можно было исследовать. Вот так. Отлично. Отлично, ребятки. Теперь можем яблоки собрать. Видите, оказывается, максимум 50 можно собирать. У нас шкура тоже есть? Давайте... Блин, шкуры, кажется, не хватит нам. Печально. Ау-у. А, вот этот волк воет. Ну, мы будем знать, что у него есть древесина. Ладно, давайте можем сюда. Теперь можем бесплатно телепортироваться. И развивать наше поселение. Вот еще где-то мы сейчас находимся. Что такое? Какой-то камень интересный. Ладно. Я реально какой-то варвар. Боже мой, меня все боятся. Привет. Странник, путник. Профессия, советы. Жалко, что не все. А если... А его нельзя ударить? Ой, я уж испугался. Я думал, сейчас... Мы поссоримся с ним. Ух ты же, нифига себе. Смотрите. Гоблин заметил меня. Получай, гоблин. Плохой гоблин. Валь я сюда. Блин. Он тоже сильно хотел удар нанести. Я первый. Смотри, что делает. Ладно. Получай. Бабах. Я научился уже драться. Мы так отходим, потом поворачиваемся. Все. Убили. У него нарате что есть интересного. Так. Давайте посмотрим, как можно залезть. Нормально. Так, прыжок, а потом... Ну-ка. Сложно. Вот так вот. Чуть не упал. Блин, упал. Что сказать, чуть не упал. На самом деле я упал. Вот так, вот так. Там что-то тоже интересное. Что-то туда упало вниз. Давайте подберем это. Еще книга. Новая страница. Там еще книга, ребятки. Смотрите. Мы тут не все собрали. Так. Ну, вроде больше тут ничего нету. Нифига себе. Очень много нового оружия. Давайте возьмем. Отлично. Блин, мне вот древесина не нужна. Это, конечно, плохо. Нифига себе. Пошел ты нафиг. Надо убить их. Сволоту этого. Проваливайте. О, мы завалили их. Отлично. Ну-ка. Мы еще не все собрали. Давайте. Быстренько, быстренько, быстренько соберем. Так. Все. Вроде все. Что у нас тут интересного? Шлем. 4-4. Два сопротивления. Ну, вот так, в принципе, пока что оставим. Какое-то кольцо. Заземленное кольцо. Сопротивление физическому урону 1. Просто сопротивление электричества? Или что такое? Электричество. Нифига себе. Разве в такое время было электричество? Ладно, пофиг. Я не знаю, что же. Может быть, молния? Попробуем вот этого убить. Сейчас я сзади подкроемся. Нифига себе. Бам! Аж на замедление. Зона очищена. Очень круто. Очень классно сделано. Так. Расцарапанное бедро у меня. Мне надо подлечиться. Что мне по ресурсам? 31. Значит, у нас еда. Кожу что-то я не мог найти, правда. Ладно, если что, сюда вернемся. Сейчас нам надо вернуться назад. Назад, назад, назад. Так. Возвращаемся в свое поселение. Отлично. Так. Вот мы и вернулись. Это наш костер. Отлично. У нас новый. Новый будет работник. Можем его тоже назначить. А, может нам камень добывать, да? Пускай камень добывает. Камня у меня вообще нет. Так. Я могу что-нибудь построить? Я бы построил, наверное, хранилище. Да, таверну. Давайте построим таверну. Отлично. Вы можете изучать... Вы можете улучшать здания, чтобы повысить их эффективность. Нажмите на значок молотка рядом с назначением здания, чтобы открыть меню улучшения. Да, ух ты, нифига, красиво, красавица, ребятки. Прикольно. Вот она, таверна теперь у нас есть. Поселение развивается, ребятки. Скоро у нас будет наишикарнейший... Город. Позовем его так. Можем зайти внутрь. Там кто-то есть даже, смотрите. Там уже живут люди. Классно. Добывайте руду из жилы. Продолжайте копать, пока не найдете жилу, руду. Перерабатывать руду в полезные металлы. Также покупать и улучшение. Больше рабочих ставить. Понятно. А я должен сам выбирать, да? Допустим, будем копать, пока не найдем что-нибудь интересное. Я распределяю проценты, видимо, да? Как это делается? Ну-ка, я вот так жму-жму-жму-жму-жму. 30 процентов. И что, я что-то добываю? А, сбрасывается что-то. Хорошо. Это вообще уже какая-то кликабельная игра. Вот я сейчас жму и добываю, да, руду? Так, можно много добывать. Это что такое? А, можно что-нибудь делать. А, вот сейчас я обмениваю руду. Все понятно. Что-то более ценно. Теперь мы можем мощность жилы повысить. Мощность добычи повысим. Вон оно как. Понятно. Вот, смотрите, я уже... Все, я, видимо, уже все собрал. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Меняем, 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 меняем. Отлично. Мощность переработки улучшили. Неплохо. Так, ну все, пока ничего не можем сделать. Бла-бла-бла. Что он хочет нам еще дать? Ха-ха-ха. А, ну вот, я добываю, да? Ну это... Это что за кликабельная игра? Я думал, это какая-то стратегия. Мне кажется, это лишнее. Не стоило так делать. Ну ладно. Сколько ты накликал, столько и получил. Быстро-быстро-быстро обмениваем это все. Но вообще игра неплохая. Мы обязательно с вами продолжим. Так, меняем на уже хорошую руду. Сколько у нас уже... Сколько нам надо добыть? Допустим... Ну у нас уже много. 190. Мощность переработки можно еще улучшить. Вот так. Хоба. У нас теперь мега-крутая переработка. Так, по 4. А, тут уже по 9. Видите как? Видите как здорово. Тут у нас плоховато, да, все? Зато переработка у нас очень хорошая. Можем улучшить мощность добычи. Как у нас... Сейчас кирка будет свободна. Сначала копаем, пока не добудем. Вот, по 9 тоже добывается неплохо. Потом перерабатываем по 9. Улучшаем, допустим, мощность жилы. У нас уже тут еще будет лучше. По 180. Нифига себе. В общем, процесс пошел. Так можно накликать себе много-много-много ресурсов. Но я не знаю, зачем разработчики это сделали. Это уже кликабельная какая-то игра. И... Это, в общем, как-то так. Сам процесс не в клике интересен. А вот в строительстве, в изучении... Ух ты, нифига себе, как много домов тут еще интересно. В строительстве, да, города, в поселении своего. В изучении мира. Вот в этом, наверное, самый основной акцент. А вот эта кликабельность... Я не знаю, мне кажется, это лишнее было. Так, ну ладно, смотрим на свои ресурсы, ребят. В следующей части мы продолжим. С вами был Дариди. Ставьте лайк, пишите комментарии. Всем до скорого. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.